И к другим темам. Не убивать, а стерилизовать. Именно такой способ регуляции численности безнадзорных животных входит в практику. Специальная госпрограмма принята уже 17 лет назад, но пока охватывала только мегаполисы. Теперь очередь дошла и до небольших городов. С начала октября в Клину начала действовать служба по бесплатной стерилизации и вакцинации бездомных животных. Как она работает и какие задачи решает, выяснила Евгения Цветкова. Эту дружную парочку в Высоковске знают уже давно. Знакомьтесь, Малыш и Маруся. Они прижились на местном рынке, охраняют территорию. Их усердие оценили и продавцы, и покупатели. Лакомые подачки четвероногой охране уже вошли в привычку. Эти животные не агрессивны. Об этом позаботились люди. Собак стерилизовали и чипировали. То есть выдали своеобразный паспорт и тем самым закрепили право на проживание в городе. Эти они рыночные, они спокойные. Они уже давно здесь бегают, вот их подкармливают уже определенные женщины. Однако этот пример скорее исключение исправил. По статистике количество безнадзорных животных только растет. Пик закрытия дачного сезона. Преданные людьми собаки сбиваются в стаи и начинают жить по законам дикой природы. Известны случаи, когда собачья свора держала в страхе целые микрорайоны. Тогда, чтобы спасти людей, приходится принимать самые жесткие меры. Надо, конечно, уничтожать или как-то забирать их. А во-вторых, здесь же гулять с детьми, все. Ну, не знаю, по-моему, это не очень хорошо, когда эти собаки. И собака есть собака, что у нее на уме? Страшно. По закону отстрел бродячих собак запрещен. Да это не выход, убеждают экологи. Бездомные собаки и кошки – прочное звено в городской экоцепочке. Исчезнут одни особи, их место займут другие. И один вид обязательно сменит другой. Вместо кошек и собак на улицах будут хозяйничать крысы и вороны. Таков закон природы. Все равно всех не истребить. И все равно они размножаются где-то. И им нужны новые места обитания. И все равно рано или поздно придут. Может быть, не через неделю, но через месяц обязательно займут это место. Чтобы сохранить экоравновесие, 17 лет назад в России запустили программу по стерилизации и вакцинации бездомных животных. Теперь она успешно действует и в нашем районе. Механизм прост. По заявке жителей животных отлавливают, месяц выдерживают на карантине в приюте, затем стерилизуют и вакцинируют. Животные перестают размножаться бесконтрольно. Во-вторых, стерилизация и кастрация животных помогает им. Помогает в том, что они становятся менее агрессивные, более спокойные, перестают как бы биться за свою территорию. Ну и, соответственно, не реагируют на людей, на детей. После операции животных чипируют и регистрируют. Кого-то возвращают на прежнее место обитания, а кого-то оставляют в спецприюте. Таким образом, на улицах регулируется численность безнадзорных животных. Мы, конечно же, за то, чтобы у животных были хозяева. Соответственно, наша служба именно направлена на то, чтобы этим собакам брошенным найти нового хозяина. Мы их помещаем к себе в приют, после чего многочисленное количество волонтеров, которые нам помогают, их начинают пиарить, их предлагают людям. У нас с разных точек области московской приезжают люди и берут собак. Как ни странно, абсолютно беспородных. Заявки на бесплатную стерилизацию бродячих собак принимают в службе безнадзорных животных по телефону на ваших экранах. Там же вы можете найти себе и верного друга, а ему, в свою очередь, подарить новый дом. Евгения Цветкова, Андрей Королев, Дмитрий Кириллов. Новости дня.